ну вот и вот и начинаются вот эти вот проблемы из ниоткуда взять нахрен нужно писать план план всем привет народ давно не виделись сегодня я делаю что-то типа челленджи наверно можно это так сказать но наша задача написать трек используя всего лишь один контакт я думаю начнем добавим единственный инструмент который нам сегодня понадобится это контакт на добавление инструментов на этом в принципе сегодня закончится дальше мы открываем интерфейс и то что нам нужно будет сделать сейчас в первую очередь это добавить нужное количество стерео выходов иначе мы в дальнейшем никак не сможем этот звук обрабатывать то есть у нас все будет выходить в одну стерео дорожку поэтому сейчас я закину у меня уже по умолчанию здесь раз два три четыре пять шесть семь восемь и стереоканалов и четыре аукса они мне в принципе не нужны поэтому я сейчас быстренько для вас это будет быстренько сделаю еще несколько но хотя бы штучек 16 стерео выходов короче пока остановился на 12 если надо будет еще еще добавить так у нас есть 12 стерео выходов для чего я это сделал еще раз повторю что по умолчанию контакты есть всего лишь одна стерео дорожка то есть два канала левый и правый и все что мы будем сюда закидывать будет идти в эту одну дорожку но сами представляете как мы в дальнейшем будем это сводить если у нас одна только ударка будет занимать несколько дорожек то активирую стерео выходы которые только что настроил и вот уже с этим можно работать давайте начнем добавлять инструменты я думаю и собственно уже начнем заниматься нашей аранжировкой ну начнем я думаю мы все стандартно с какой-нибудь рояльщиком вот вот она почему-то первый аккорд как всегда не записался но не проблема я могу его легко воспроизвести так теперь когда у нас есть набросок быстренько все это дело квантизируем отлично и так наша прогрессия готова и так наша прогрессия готова все наши прогрессия готова и вот здесь возникает первая проблема точнее первая трудность которой мы сталкиваемся это то а как мы остальные инструменты будем сюда прописывать ну окей вот у нас есть один рояль например дальше я хочу поработать с каким-нибудь арпеджиатором пускай это будет фэрбёрд то есть я его закидываю сюда и я все равно слышу только рояль и здесь друзья чтобы с этим справиться нам помогут мидио и здесь друзья нам помогут миди импут то есть миди входные сигнал называть будем по ходу дела то есть первое у нас это пиано да ну чтобы не путаться то есть мы здесь указываем канал именно вот входного сигнала дальше мы открываем наш контакт здесь указываем миди channel и 1 то есть то есть первый а стерео выход пускай будет тоже первый пока что не трогаем это никак и все то есть когда мы активируем вот эту дорожку в нашем кубейсе что происходит я могу спокойно играть на рояле без проблем абсолютно что же происходит когда я вот например здесь делаю второй канал на нашем палмью те я делаю тоже второй канал и о чудо здесь пианино а здесь мне нужный мне инструмент стерео выход можно сразу поставить на второй ну чтобы нам не путаться и вот здесь уже будет происходить та самая магия то есть смотрите рояль у нас входит и выходит на первом канале то есть контакт один наш палмью то есть наша гитарка на другой стерео дорожки то есть мы используем один контакт друзья но мы можем отдельно обрабатывать вот например здесь я могу сделать вот такую обработку да а на второй дорожке я могу сделать вот такую и эти две обработки будут не взаимосвязаны и таким образом можно будет сделать нормальное сведение но мы это будем делать уже я думаю в следующем видео так что давайте 300 лайков я не знаю как хотите набирайте и здесь прописать уже следующую дорожку это будет уже наш палмью давайте этим займемся так это больше у нас на бас какой-то подходит я придумал конечно самую гениальную тему отлично прописали вот что у нас получается я считаю пока что это то что нужно а значит дальше дальше что у нас дальше надо еще добавить сюда инструментов нужно чтобы было прикольно чтоб качало я думаю самое время добавить сюда пэд нет скорее всего не пойдет я возьму наверное пэтс то есть это классика кушают довольно при переносе на диск другой они куда-то потерялись пока грузится напомню что у меня есть группа вконтакте где очень много всякого разного интересного происходит а вы еще может быть не подписались поэтому перейдите по ссылочке она будет в описании и подпишитесь там стримчики всякие опросики ух сразу сразу сделаем по красоте то есть миди-инпут делаем 3 и здесь так ну вот и вот и начинаются вот эти вот проблемы из ниоткуда взявшиеся вот сейчас надо просто понять где в данного пла инструмента вкладочка миди-инпут и миди-аутпут потому что иначе я не смогу его никак как им управлять что ж этот плагин не прошел проверку на пригодность к использованию в данном проекте есть у gravity у gravity точно также есть довольно большая к лидовлю довольно большое количество различных что же такое то же самое да не ребят где-то должна быть кнопка нахрен этот gravity возвращаемся к пэдс ну вот хороший пат только второй момент у него очень длинный как вы видите релиз и это можно подправить здесь просто отвикнув на этих двух инструментах кнопочку релиз и атаку тоже сделаем давайте побыстрее корды я просто скопирую и давайте посмотрим что получается а вот та дырка про которую я переживал исправляем дырку и давайте на октаву вниз опустим shift вниз опустили и слушаем так здесь у нас нахлёст получился из-за этого следующая нота не воспроизводить нужно сказать мне не очень нравится этот звук так подождите а где полный мьют куда делся полный мьют я че удалил полный мьют случайно я не знаю как это случилось друзья но так случилось потому что второй канал они не третий 2 и не третий господи меня этот контакт с ума сведет давайте немножечко скрасим наш полный мьют все-таки не хватает ему немножко сайчейна ну просто давайте хотя бы lfo tool на него накинем то есть это волюм дизайнер такой можно сказать транзиент дизайнер определенного рода ну короче волюм шейпер сойдемся на волюм шейпере зачем я на пол мьют повесил скажите я уже начинаю с этим этот контакт реально это надо постоянно в голове держать что у тебя где вот этот канал это под пэт давайте на пэд накинем lfo tool и будет нам счастье правильное дело я все правильно сделал вот уже какой-то груз пошел хотя бы отлично отлично замечательно чтобы был еще интереснее можно конечно добавить на пол мьютик еще немножечко дела но это уже будет совсем слишком много сведения для этой для этой серии поэтому ребят 300 лайков и мы это сделаем следующей серии просто так мы продолжаем у нас есть качающий пэт у нас есть ну что-то типа арбиджатора у нас есть подобие плака некоторые у нас есть аккорды и я думаю самое время заняться басом точно также открываем наш контакт и давайте подумаем что же может быть басом в данном случае придется потратить время на поиск подходящего звука потому что он довольно плагин агрессивный некие навыки синтеза которыми я обладаю мне удалось сделать некое подобие баса давайте просто возьмем мы скопируем еще раз эту дорожку на нашу и больше придется вот этот вариант здесь на этом стереоканале 4 назовем его тоже bass и просто доведем его до того результата который нам нужен я не выдерживает я уже просто не где когда вроде бы уже все сделано когда вроде бы уже все на своих местах остается одна лишь мы возьмем просто какой-нибудь сэмпл просто закинем в контакт хоть вот такой кик из из сплайса если что сразу сразу все вопросы к сплайсу и вот у нас здесь есть этот сэмпл давайте тоже сразу 5 канал 5 output здесь тоже давайте циферку 5 мы настроим то есть это наш кик я не знаю давайте скрестим пальцы и это такое что произошло с сэмпл почему у меня в папке сэмплами он звучит вот так а здесь просто просто удар по ведру какой-то так вот здесь мы все вроде бы нормально сделали очень странная бочка очень-очень давайте попробуем немножечко ее пока ставлю это так если вы знаете почему она звучит так криво пожалуйста напишите здесь что мы имеем сейчас это есть основа это наверное есть основа любого трека дальше мы точно то же самое проделаем давайте еще и со снэйром вот допустим коротенький снэйр вот такой тоже ладно я просто сделал его погромче и будь и будь оно как есть каждую четную убираем каждую нечетную оставляем я не знаю что вы ждали от меня я делаю коммерцию нам точно такому же принципу нужно закинуть сюда еще и какую-нибудь close head sample партии которая будет отыгрывать у нас head это будет сдвиг на восьмую знаете чудо уже то что это это чудо вообще звучит я не знаю то что и это похоже на трек и с этим реально можно что-то что-то делать конечно же из этого всего к этому всему еще нужно добавить огромное количество инструментов огромное количество различных сбивок переходов и все это нужно сделать тоже с используем только лишь контакты друзья но все зависит от вас если вам нравится такой формат и если вы хотите увидеть вторую часть которая будет все-таки не сведения а скорее именно работа над структурой то пожалуйста ваши лайкосики давайте наберем 300 штучек и будет вторая часть с продолжением с развитием структуры вот этого самого трека чтобы он звучал уже завершенно подписывайтесь на группу вконтакте где проходит огромное количество разного разного интересного это и стримы и различные викторины с порядок с подарками призами и прочими полезностями от меня с вами был андрей ченков путь музыкантов всем удачи всем пока